Здравствуйте дорогие друзья, сегодня у нас 6 декабря 2011 года, мы находимся в уроке кафе, а мы это театр поэтов, послушайте, я руководитель Зои Гарабас-Гарабас, меня зовут Владимир Антибин. Я тоже поэтов, так называют нервные люди, и сейчас я прошу все-таки внимания, да, какого-то, все-таки, да, и я прошу, так, балаган заткнуть Тибула Камчатского. Вот мне интересно, вы почему сюда пришли? Вы пришли акцию послушать или поговорить? У вас будет возможность поговорить, но подождите еще. Хорошо, дорогие друзья, вот эти места, которые здесь, можно занимать, ну, в процессе, если еще будут люди приходить, или сейчас. Значит, у нас в первом отделении заявлено именно рок-кафе, именно ТВ-поэзия, то есть в режиме неких мини-обсуждений сегодня будет меньше, вот. Но все мы снимаем, интернет выкладываем, потом, кстати, Москва смотрит это, телеканал «Арена-24», вот то видео, которое мы сейчас будем снимать, и по ним будут выбирать следующих наших, так сказать, участников второго отделения, а во втором отделении у нас сегодня Мария Дэйскуар поэт, и также писатель Илья Стогов идет, это наш гость, и произойдет съемка, так сказать, первой программы, вот, как она произойдет, вы увидите. В ней можно участвовать, будучи зрителем, и мы у каждого будем спрашивать разные мнения, будет обсуждение и так далее, вот. Но давайте сейчас все-таки начнем нашу поэтическую, вот, такую-нибудь марафон, вот, Ася Пушкалева в зале, Ася Пушкалева, Андрей Прут в зале, выходите. Андрей Прут, стихотворение, я его так назвал, мама, но там как бы есть, мама фигурирует, но стихотворение называется и наш. Выходите быстрее, живенько, хорошо, приготовьтесь, Евгений Петрушенко в зале, Леонид Скворцова в зале, Фридрик Самотный, приготовьтесь. Итак, Андрей Прут, пожалуйста. Добрый вечер, я исполнил вас стихотворение, которое называется «Отражение». Мама, в этом мире ежедневно меняются ценности, оттого боюсь открывать поутру глаза. Я уже не чувствую в себе полноценности и давно разучился давить до конца тормоза. Мне зачитывать нужны слова, что я говорить привык, и зачитывать данность своему отражению вслух, и тогда, быть может, прищемят зубами немой язык, когда мысль нежданно стал пристанищем мух. Сценарий в моей жизни, похоже, иссяк и уволен был. Он оставил пустым, целых два белоснежных листа, но мой почерк не встроен, и смысл текста уныл, и летит на эпиграф клякса в форме креста. Спасибо! Андрей Прут, задаю один вопрос. Не снимает? Вот кнопочка, вот, сверху. Почему-то включается такой значок, как вы делаете. Не надо, не надо фото. Хорошо, задаю один вопрос. Понравился Андрей Прут? Да, да. Да? Все, вы понравились, будем сотрудничать. Спасибо. Фридрих Самотов. Господа, вот, Фридрих, сейчас вы будете минуту выходить на сцену, да? Пожалуйста, кто следующий после Фридриха? Дмитрий Бациев следующий. Будьте готовы, пожалуйста. Хорошо, добрый вечер. Я сегодня пришел сговороваться, потому что я не про это. Это компилятор тоже. Так, положительный. Итак. Дом воды строю я, целый дом. Дым стоит надо мной, сизый дым. Он щекочет меня, отравлен, отравлен я. Мухи атакуют меня. Я жужу вместе с ними, глухими. Я их не кусаю и люблю. Я не лажу в розетки. Встаньте, сядьте, стойте, идите, возьмите, отдайте, живите, умрите. Шляпа, халява, растяпа, упал. Ах, ах, не в очередь. Набранные лампы иногда не существуют. Ну, да, как я понял, гуня. Итак, динамика. Динамика. Я вас поклонник. Никак, никак. Никак. Ко-ко. Ки-ки болею я вас. Ко-ко-ко. Лею. Грежу. Я же ме-ми-ми-ми-ми-ми-ми-минутно. Я же ме-ми-ми-ми-ми-минутно. Жеман, ман, манность. Презираю. 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 Я вас люблю, я вас люблю, я вас люблю, ребре, ребре, реабилитация вот моя, какое-то ребро, я всегда видел вас больше, но, впрочем, я вам не доверяю, бре, бре, Впрочем, я вам не доверяю, бре, 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 я, бре, 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 я вас биллю, бре, бре, я вас биллю, бре, бре, бре. несчастные и вами брю-бю-бю-бю-бю! И вами брю-бю-бю-бю-бю-бю! Вами я брюхо напихихиваю! Напихиваю! Любую! Брю! Любую! Блюю я на вас! Блюю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю! Бл-бю-бю-бю-бю-бю-бю-бю-бю-бю-бю-бю-бю-бю-бю-бю-бю-бю-бю-бю-бю-бю-бю-бю! Ооо-о! Ооо! Ну. Пас 90. Вот,ciuно. Однажды т Jacobs нет. Жили были в тавке. Нет. Лёгкий туман, стреляя из болота. Не давал увидеть контуры брежневской пятиэтажки. Нет. Это произошло утром. Около остановки метро. Жара стояла чрезвычайно. В каждой тресте мечтал утопиться. Не хватало воды. Да, лучше сидеть и положено. И делать вид, что соответствуешь. А может, сделал бы что-нибудь для окружающего мира. Нет. И мы без тебя плохо. Панельный дом. 50 гигакалорий. Конфета со вкусом марихуаны. Нет. Фридриха свободны. Спасибо. Короче, Фридриха считают поэтом? Да или нет? Кто за Фридриха? Поднимите руку. Кто считает его поэтом? Никто. Кто считает, что он говно полное? Поднимите руку. Нет. Ага, вот так, да? А я поднимаю за то, что он гениальный творец и поэт. Вот это мое мнение. Все. Ты видел ситуацию. Я за тебя. Десятью руками. Дима, выходите на сцену. Дмитрий Бацейов. Начало. Начало. Вперед. Спасибо. А потом для выступления не нормально. Для бумаги. Когда я был вещицей первых сорт, я не был так затаскан и потерт. Мне не мешали гнать во весь опор ни стенка, ни решетка, ни забор. Ну вот, постарше стать случилось мне. И вроде бы пригоден я вполне, но как-то изменился колорит, и что-то в аду в жопе не горит. С годами все труднее стало гнать, и лишь для сна использую кровать. Роняет лес багряный свой убор, как мусор нас выносят за забор. А то, что я по-прежнему хочу, теперь на барахолке я ищу. А скоро вовсе будет страшный суд, и всех вперед ногами понесут. И вот, плашиным рынком я иду, из фляжки попивая на ходу. Куплю себе какой-нибудь предмет, бухну еще, и снова смысла нет. Подождите, а вы хотите что-то дальше, Дмитрий вообще? Он нужен на сцене? Дмитрий Бациев, гоним со сцены. Тихо! Аплодисментами! Если сейчас прозвучит много аплодисментов, то Дмитрий Бациев со сцены уходит. Раз, два, три. Дмитрий Бациев! Время менять манеры и выходить из тумана. Хватит косить под Бодлера, надо под Кубермана. Процесс идет, но как-то очень вяло. То денег нет совсем, то денег крайне мало. То наебут, то в душу наплюют. К тому же жизнь говно и бабы не дают. Это первый галик. По случайности я оказался в сети. И теперь уже многих смогу я найти. Но вина не смогу в интернете я убить. И красавицу я не смогу отверсти. Амар Хаян. Положу в свою мобилку, я любимый, на могилку. Дорогая, извини. Если сможешь, позвони. Я живу на больших расстояниях. Равнодушен я к знакам судьбы. Улучшают мое состояние кокаин, кислота и грибы. Мне плевать на различные мании. Все завистники злы и грубы. Помогают настроить внимание. Кокаин, кислота и грибы. Если вам эти вещи не нравятся, Значит вы, дураки и шлобы, Помогают реально поправиться. Кокаин, кислота и грибы. Пусть все сволочи с жизнью останутся, А соперники лягут в гробы. И со мною навеки останутся кокаин, кислота и грибы. На могиле Волошина. Подобно Архату на горной вершине, Пытаясь настроить замыленный взор, Слова, что становятся очень большими, Вплетаю, как бисер, в господний узор. Уж знаю пять слов на наречии птичьи, У сильной воли гоняю туман, А чтобы не стать слишком злым и циничным, Не набиваю живот и карман. А выше лишь небо, А ниже лишь море. В одной руке обух, В другой руке плеть. И будет мне счастье. Видимо, вскоре удастся себя самого одолеть. Но все это только лишь мнимая ясность, И рано с победой себя поздравлять. На каждом шагу поджидает опасность, А муза моя истеричка и блядь. Хорошо, давайте сегодня Дмитрия Бацыева... Ладно, кто за Дмитрия Бацыева? Пять человек. Кто против него? Даже за остальным пофигу. Ну и хорошо. Вот сегодня это был Дмитрий Бацыев. И, пожалуйста, Евгений Кушев и Макс Кулева. Ходите, пожалуйста, сразу. И Спиридон. Идите сюда тоже сразу. Спиридон. Спиридон! Двигайтесь к сцене. Давайте. Сначала Кушев, лучше. В памяти Башлачева и Высоцкого. Не все то солнышко, что яркое уродски, И снова люди гибнут за металл. И пусть погибли Башлачев с Высоцким, Но, знаешь, я не все еще сказал. Любовь вернет все на круги своя, И снова разобьется о земле ведь. И тут вдруг задался вопросом я, А кем же, кем же мне быть? Я где-то между тварью и звездой, И чущу я до чужих сердец сортиры, И льется с неба кислота и гной, Катарсисом зашью озоновые дыры, Ах, этот жаз водопроводных труб, Ах, фабрик и заводов хэви-метал, Я весь скелет, я весь холодный труб, Но все ж в груди оранжевое лето, Из глаз черпаю свет, как из колодцев, И вновь ничья. Стоп, у нас бумажки вот так вот здесь не читают. Ты знаешь же, ты знаешь, куда ты пришел вообще. Все, уходи, пожалуйста. Евгений Кушев. Макс Кулер. Хочешь наступать здесь, да? Учи наизусть, будь ярким. Макс Кулер. Всем привет. Религия — это, наверное, соблазн, Поднимите руку. Кому понравился? Не понравился больше? Сегодня что-то не понравилось. А мне понравилось. Спасибо, Макс. Итак, Веспередон, пожалуйста. На город обрушился сквальный северный ветер. Он беспощадно убил всех безбилетных пассажиров и стариков. Остальных же сделал инвалидами. Речь старый кот на чердаке ничего не заметил. Он спал. А звали его Берлиоз. Острые углы, края и таблетки. Это было в парикмахерской или в библиотеке. Помню, этих двух девушек явно раздражало Мое легкомысленное отношение к полиэнтологии. Осталось запереться на ключ и не выходить. Туманное утро. Ёжики. Туманный обед. Молчание. Туманный вечер. Бессонница. Туманная ночь. Спиритизм. Но тут я неожиданно вспомнил, что вчера мне выписали очки. Море слез, значков и безумия. Что это? Хоронят последнего пионера? Все? Да. Как тебе нравится? Спасибо. Подожди, не выходи. Спиридон. Кто за Спиридонова? Аплодисменты давай. Аплодисменты. А кто против Спиридона? Ну, видишь, тут побольше чуть-чуть. Остальным, как всегда, пофиг сегодня у нас такой зал. Спасибо, Спиридон. Но вот ты интересно выступаешь, я бы с тобой сотрудничал. Звони мне потом. Будем просто... Ты позвонил в последнюю секунду. Время у нас сценическое. Святослав Королин, идите на сцену. Евгений Петрушенко в зале. Верико Скворцову в зале. Ася Пушканеву в зале. Катя Куликовская в зале. Идите сюда, Катя. После Святослава Королина, Катя Куликовская. Будьте здесь уже рядом. Добрый всем вечер. Сегодня мы должны были с Костей Ивановым представить такой там с Морговью грязный поэт. Но он заболел, и у него еще, кстати, ребенок родился. Но, тем не менее, революция, бред и оргазм, маразм представлений. Ей не хотелось быть вписанной в круг своих полуумных подруг. Посмотри, какой мальчик. Я бы хотел его. Ничего, что они были девственные и чистые. Она же говорила с ними на ты, разделяя мечты о запретных первородных грехах. Ах, свои пятнадцать она научилась тому, что не умеют многие двадцать пять разделять постель. И опять оставаться одно и окна, чтобы молчать и курить, говорить в этот миг. Ей явно не хочется. Впрочем, подругам было плевать на ее одиночество. Посмотри, какой мальчик. Я бы хотел его. Ничего, что они были девственные и чистые. Она говорила с ними на ты, считая мечты о запретных первородных грехах. Ах, что такое любовь? Что такое любовь? Она узнала об этом так рано, когда умирал руки в кровь. Тот, кого она видела в разрезе телеэкрана. Трапаться по баранам и казаться быть незамеченными. Этими встречами доказываю несостоятельность того, что вы выдаете за самостоятельность. И затыкать друг другу рты. Великим подобием поцелуя лучше. Обоями целомудрие заклеивать небо. Хлеба здесь хватит всем. Зрелищ тоже бить в рожу. Значит, любить, а в рожу плевать. Значит, знать и надеяться. Но надежда надежды миф. Раны на теле города. Плещется Финский залив. Я бы хотел вспомнить некоторые события в последних времен. На прошедшей неделе случилось три события, которые я выделил для себя. Первое. У Киркорова родилась дочка. Поздравим, Филиппо. Не поздравим. Хорошо. Второе я забыл. А третье это выборы. И главное то, что случилось вчера. Голос транслирует мысли. Мысли рождает природа. Все, к чему мы привыкли, разного рода, обману. Настанет однажды теплее. И станет горячим время. Кровь на тротуаре. Запрещенная тема. Выбор. Голос не важен. Выбор, в принципе, тоже. Сиди дома. Наслаждайся своим телевизором. Будь безвольным прохожим. Сочувствуй на кухне ребятам, идущим на автоматы. Чувствуй себя не в своей тарелке. Чувствуй себя виноватым, что просто когда-то смолчал. Что дома, где чай и пряники. В то время, когда гуляли дубинки по спинам, ты был сытым или немножечко пьяненьким. И манифест молчания равен немому согласию. Сделай хоть что-нибудь важное, хоть раз для разнообразия. Ночью выли сирены, неслись по улице к центру. Новости замолчали, ты слушаешь движение ветра. Но снова накрывшись простынкой, делаешь вид, что дремлешь. Пока ты молчишь, никто не узнает, что любишь ты. А что, не приемлешь. Спасибо. Спасибо. Синозавт Королев, вот немножко тут правила энергии добавил. Кто там в следующий раз? А вот Катя Кулев. Катя, может быть? А сейчас будет перформанс. Перформанс будет называться «Молитва музе». Проревхой в прогорклую просень, Завившись в соцветье глубин, Растянута рослая осень, Раскисшим рассудком моим, Мы мутом возносим молебны, Курчавый кадильный дым. Потребно мне вспомнить про требник, Да прах католический рим. И венецианское ладьё, Свой стих я спал нас нащу, И викторианской порою, И как табелём угощу. Но всё же наш демон мгновенье, И зримость наш бог и король. Вот мама готовит печенье На кухне осенней порой. Ударю мне дремучую чащу С предшивцевых стази словень, Я стих изразцами украшу, Из тысяч эпох и идей. Пускай старомодные станции Сгорели навеки в аду, Но стройкой другой инсталляции В историю точно войду. Так что мы сегодня напишем? А муза сказала, Херня, пока не научишься слышать, Мой милый, забудь про меня. Катер Куликовская! Здорово, мне понравилось. А я даже вот не в другую зала спрашиваю, Потому что мне понравилось. Ну хорошо, проголосуем. Кто заканчивал, поднимите руку. Знаете, много, много. Уже лета, когда проявил просто Был глю-блю-блю-блю-блю-блю Стоит и читает. Анастасия Кирсановна, пожалуйста. И приготовьтесь, Кто еще? Кто еще не наступал? Вы так сидите в зале, Так и хотите сидеть. Пожалуйста, сидите. Евгения Дмитриева, Света, приготовьтесь. Сергей Гриньев, готовьтесь. Пожалуйста, Штатки, слова легки, Тембр голоса мутит сознание. Разомкнешь одиночество плен, Принесешь левесны цветения, Сердце чумит, А там замен к динамонам Прикосновения. Новый день распаляет пыл Ему их чувств, Закаленных мерстами. И хоть дерзким, Мой нрав простой, Знает, Мой зверности, Будет сястым. Спасибо. Спасибо. Анастасия Кирсановна, Николай Бизин, Пожалуйста. Прошу пардону, Я давно не читаю. Все диалоги с городом и миром Навесит монологи и весны, Которые, как мед и код божила, Как молоко не тридевятых царствий. Кто видит сны с открытыми глазами, Тот удаляет от себя коварство Слепого сна. Вчера пришла весна, Которая мне издали приснилась. Вечер, ты помнишь, Нож хирургический опять в моей руке, На пресах ветер, Что бы ни случилось, Смыкаться им, Но много может статься, Курить не сбылось, Ведь мир не завершен. Вечер, ты помнишь этот дивный сон? Зарезать им зарезать. Робовь и семен, Живущий в зрении моем, Его цветами жив отстается. Реальность и иллюзию местами В нем менять ножом, Кто прокаженную болью Видит сон с открытыми глазами. Следующий участник – Ксения Ракитина. Добрый вечер. Первый стих обо мне. Нос мой почти еврейский, Осколы почти монгольские. Я поведала множество сказок Про карму и вечность, Но бросила все на авось, На русский. Я смеялась безудержно, Бестолково, Не отведенной для смеха местах. А ночью искала чего-то другого В соседнем окне, В поездах, В собачьих глазах, Признающих во мне Кого-то, Немного святого. Я играю с двумя кольцами, И стихи темно-синими птицами Отпускаю в полет пальцами. Они падают в мир крупицами, Мертвый грязью, Живой водицию, Разлетаются шумно страницами, С небылицами в небе лицами, Медленно исчезая. Жизнь не его. Очень жаль, Но нет постоянных мест, Будь ты набожным или безбожным, Под указателем на Жизнеево Высился черный крест, Самые обычные, На другие кресты похожие. И избы в деревне той Прозебали под слякотью снега Ни люди, ни водка, ни печь Не могли согреть человека, Упавшего на озвучь хвостом, Болгункой, потряющей трассой. Жизненно все путем Зажигается свет на террасах И темная земля под крестом. Здоровая игра. Верниться прожитых, Недожитых, брошенных Лиц стихов непрошенных В темной кухне прошлого Заткло, заторможено, Пеплом опадает. Чай в стакан заброшенный, Смятый летом скошенный. Милый друг, хороший мой, Сколько ж нас раскрошенных! С сахарным песком в стакане. И было не заброшено нам Отхлебнуть от прошлого, Ведь та зима поношена, А осень слишком широка плечами. И так бы сокрушиться, Сжалиться над жизнями, Короткими и бездорожными. Но чай кипит, И мы все вместе, рядом, Рядом с вами. Края. Бесприютность страсти В сотнях коек плавно Переходит в счастье Шумным ураганом. Безупречность мира Насмерть с Богом бьется. Где же силы, Где же силы, Чтобы сделать разуму, Но солнце тише, Мысли безупречные, Распущенные по миру, Несвязанным носком, Несказанным флорцом, Неспетой песней, Смешные, звонкие и чистые, Как переди, Техронных голосов, Как звуки матри, Чайников со свистом. Но слышим мы лишь гул метро, Вагонов, ускользающих в депо, С невозмутимым и уставшим машинистом, До дома снова запретельно далеко, В толпе становимся мы, Чьи-то мыслим, Не отыскав привыкнуть в него. Мы — окрасы упавших в месте, Мы — тонкая реальность выбора, Кем быть и что нам суждено. Ну и последний стирк. Небо оборотилось перегор для ястреба, Летящего к солнцу красному, К солнцу нетленному. Добычу земную тот ястреб сжирает яростно, Оставляя лишь кости белые, Лишь кости белые предел Для ястреба, взрывающего ввысь, Остеренела, смела море солнца, Через клинку неба радостно, Дороги за пределы. Спасибо. Это была Ксения Ракитина, А я Евгения Дмитриева. Я красоты, нелепое создание, Я в воду погруженная мечта, Я боком сделанное наказание Через твои жестокие уста, Я перебор гитарных струн горячих, Я слепок из протяжных ног весны, Я та, которая ведет незрячих В спокойствие и прелесть тишины. Я жалкое подобие Мадонны, Я честная, порядочная блять, Я грешница, живущая законам, Что нужно всех любить и понимать. Я на твоей душе заплатка чести, Я черное пятно в твоей судьбе, Я отвратительный комок из лести, Я боль, живущая в твоем горбе. Я не фоманка, сука и дикарка, Я дрянь, которых можно поискать, Я с горькой водкой золотая чарка, С которой будешь пить, потом болевать. Я существо, не сродни человеку, Я каменная крепость и сарай, Я клад бесценную, выкинутую в реку, Я та, с которой не оттыщешь рай. Спасибо. Следующий идет к микрофону, Михаил Солонников. Здравствуйте. Пока не заявили. Из прошлой жизни у меня цикл, Я прочитаю новое, которое написано совсем-совсем недавно, свежее. Ладожское озеро. На Ладожском сегодня полный штиль, А мне хотелось бы увидеть бурю, И очертания твои рисуя в воображении. Я вижу этот мир, Не тем, каким он есть на самом деле, И это все походит так на бред, И каменные косы лишь только след В пространстве озера, И в отраженном небе. И мне так жаль, что завтра не увижу Песчаный берег И печальных рыбаков, Надеющихся на большой улов, Но я вернусь сюда, чтобы впитали жилы Прохладу этих северных ветров, Чтоб сесть на камень И открыть тетрадь, Изобразить тебя, задумчивой, как небо, И потому вокса так стремится в небо, Что я люблю тебя И не хочу терять. Здесь она же качнем. А павильон овене Да конетабля Иду, жадно глотая Холодный воздух Месяц на небе, Будто высабля. Гляжу на часы, Уже слишком поздно, С угробой. Как много зимой Это снега, Как мало чистых страниц Осталось в тетради, В дворцовом, С того дальнего брега. Львы, будь то живые, Охранники сада И звезды над ними смеются. Ты знаешь, Сегодня звон колоколов собора Слышим не был, Хотя ночью Я краешком уха Услышал таяние снега. До дома Осталось Пара шагов. Смотри, Это Павел, Он злится на троцк И красногвардейск, Оставим его На самом разгаре. А дома ждет кофе И недочитанный чейс. Еленя, Печатными буквами Можно ли Всю красоту передать И в мгновение То, Как глаза твои Ожили В тот самый миг На колени Я встав был Готов Искусать себя. Повторал Высокий Кутаться, Руки до солнца Тянуй, Че дыша Имя шептать твое Путаться, Думать, Что может Виднеется Твой легкий стан С того берега В небе Большой Медоведице Мне освещать Путь велено Из лесу Пения птиц Доносится Чувствую Фаустом Себя брошенным Словно ребенок На руки Просится Ночь Это дивная Звезды хорошие Бредил Боялся Дождь начинается Думал Омоет меня В самых доньях Споты царица Стала троянской Сердце несешь В мокрых ладонях Горе я чувствую Рядом со мною Глаз не увижу Я этих Больше Стань хоть на миг Пеной морской Чтоб ощутить тебя Дева на ощупь Чтоб по щеке Влажной рукой Смог привести И запомнить На веки Твой чудный запах Стань на судьбой Тихо Нам пора позаботиться Расплата Вся безмолвно Вокруг Только глухо Стучит барабан И орудия Бьют с укрепленного Арарата Нас не пустят туда Там для избранных Крепость И дом Но и эту твердую Десница Времен поразила Кто-то бросился Вниз Видишь, Джерн Это новый садок Покидают пророки Финансовой буржуазии Детский трупик Качает Синеет На черной волне Это маленький Лимберг Плывущий Кутями потопа Он с гудзона Плывет Он синеет На черной волне По затопленным Картам Америки Европы Мир встает Перед нами Пустыней Огромной И голой Никто не спасется И никто не спасет Побежденный Пространством Измученный Головь Пулеметную Ленту Зажатую В клюве Несет Сорок раз Сорок дней И ночей Сорок лет Сорок лет Не исполнилось Джерн Сорок лет Я старею Ни хлеба Ни славы Чем, скажи мне Помог юридический Факультет Чем поможет Закон Безработному Доктору Брала Хоть бы Новый потоп Затопил Этот мне В самом деле Но холодный Нью-Йорк Поднимает Свои этажи Где мы Диняк Достанем На следующей Неделе Тема Кончится Джен Дорогая Скажи АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это был Михаил Салонников И Михаил Светлов Вспомнил Михаил Светлов Значит, господа Сейчас вот Линия Остогов пришел уже Который там Кофе пьет, чай Сейчас вот Девушки И вот Все, кто Так Я сейчас Не прочитаю Значит так Кто еще не выступил С кем Я договаривался Вот сюда, пожалуйста Подойдите Все Значит, вот вы, ребята Финалити Сегодня Вот вы Трое Да, вас трое Трое Вот вы финалити Сейчас Только как договаривались После этого Все-таки сделаем Пять минут Технический перерыв И потом Объявляем И будем делать Нашу программу Итак Елена Кочаровская Добрый вечер Чай подсолен Горячий подстаканник Дребежит проводницу Дрель Тушновато Спотевший нефтяник Мечтет жирную рыбу Форей Ходит бабушка В желтой пижаме Красоваться В вагон-ресторан Два узбека Рисуют ножами На обшивке Священной Коран Близнецы Бьются в карты И лбами Мама пьет Возбуждающий сбор Виртуозим Вставными зубами И бесспорно Галантин майор Пахнет Нежно-хозяйственным мылом Престарелый Пастельный комплект Ты прости Я случайно Забыла сообщить Что купила Билет До неведомой Станции Пустошь Не храни Не броди Не зови Все боялась Что ты Не отпустишь От вокзала Не двои Не люби Спасибо Аплодисменты Билет 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 Вот последний листок, осенний такой, вот последний листок повисает в морозном пространстве, и машинный гудок обрывается весь темно-синий. Нас опять обвиняют в безделье, еще раз в безделье и в пьянстве, вот один пиджак, завтра снова заделаюсь стильным, и к тебе поднимусь в непроглядную хмурую осень, позвоню и звонок в темноте запоет насекомым. Подожди открывать, подожди, пока Бога мы просим, чтобы ты, наглядная, только бы ты была дома, будем вместе сидеть, вместе чай пить и пряники, кушать, слушать Битлз, другое старье, или Моцарт заглянет, говорить будет не о чем, все же сказано, лучше слушать песню воды, не закрывшуюся осенью крайне. Дальше, больше, и нам уже ничего не известно, только в общих чертах, как в философиях Платона или Сократа, из часов выскакивает кукушка, внутренний час, неуместная, но она является аллегорией неумолимо стучащего циверплата. Спасибо. Здравствуйте. Подальше от города, пусть хоть работа, он не мог с ней взвисаться, а главным сказать, для нее тема лучше, весь мир перемотан. Свет диода, неоновый путь огневой ослеплял, пустота оставалась на миле, отгоняла ее прочь от всех, от него. А рождя гоняя в стекло мою силу. Спасибо. Яна Андреевна, спасибо. Господа, финализирует сегодняшнее первое отделение Евгений Петрушенко. Пожалуйста. Добрый вечер. Мое выступление называется «Честное пионерское», и оно так названо не случайно, потому что совсем недавно прошли выборы. Может, что-то уже актуально, может, что-то неактуально, и я буду читать про «Честное пионерское». Засохли новости под желтой коркой, в моей стране мерещится свобода, под черной нефтяной и кремлевской коркой кипят обиды нищего народа. А от желтой прессы пестрые страницы песочат жизнь придуманных героев. В моей стране почти не смотрят лица, и скуку лечат длительным запоем. Ломая карандаш, поэт ломает душу. Чем гениальнее, тем непонятнее. И лампочка, большой поспевшей грушей, мотается над вздавленной кроватью. Мотается над вздавленной страною. Призывный крич «Доволь царя с престола!» И конституция на аналоя рыдает, натерпевшись произволом. Моей стране постыдно стало верить. Ее еще постыднее почитать Россию. Мне кажется, в Кремле за каждой дверью, за каждой дверью прячется мессия. Немало тысяч в щи разбитых километров привыкли кочкам ехать ровно неудобно. И в этом бардаке по стилю как бы ретро кусать нельзя, натягать веренность свободно. У всякой глобости есть умные причины. Коль не уверен, отложи на понедельник. Власть, поделенная на два, всегда едины. Большому делу надо вернуть большой понедельник. Пропадая в запутанных улицах, проходя лабирит в подвороте, Я заметил, как люди судуются, и как стонет душа на излете. Хоть ты бей ее, хоть выголачивай. Вместе с дурью не выбить смирения. Вновь скулят голосами щенячьими избирателей до тупления. Говорят, что в России нет выбора. Кандидатов иных не придумали, но сами придумать могли бы вы. Мы же смелые, мы же умные. Хоть ты в лоб нас бей, хоть потенечку. Для Европы всегда коммунисты мы. Забубенное время-времечко. Всех наречен у нас экстремистами. Это время наномодернизма. Распилили горы, а раздали кровь. Ходит, бродит призрак коммунизма. Тухлый призрак вымершего эпоха. За окном бездельная погода. Но дельцов такие дни немало. Экстремизм одушина народа. В авангарде только экстремалов. За окном события куража. Фестивали, расписные вести. Продают ни вашим и ни нашим. Всегда выгодный груз вести. Я его уже читал однажды в театре поэтов. Но еще раз прочитаем. В стране запахло экскрементом. Жизнь с горьким привкусом обмана. Куда ни плюнешь, будет ментом. Да ты еще и в стельку пьян. В стране запахло экстремизмом. Враги народа точат планы. Не время нынче пацифизм будет. Призверил мысль. Но и рано. Спасибо. Евгений Петрушенко. Жень, я советую на будущее всегда говорить в конце, что Евгений Петрушенко. Когда снимают на видео, потом включают, люди могут не понять, кто это там вообще. А там подпишут Иванову. Спасибо. Евгений Петрушенко. Господа, я специально попросил на видео в Мите. Для того, чтобы мы не разбежались, и потом заняли вот эти все места вот здесь. Здесь нельзя будет курить. Вот здесь вот, отдайте в лесу. Но их нужно будет все занять. А кто будет сидеть там, он здесь не занят, тогда мы будем сердиться. И я хочу пару слов сказать нам про это вообще в принципе. Я хочу сказать, что очень радостно. Это как раз ровно пара. Пять минут, ну минут семь, наверное. Четический период. Спасибо. Ты выключил? Выключил? Выключил. Ты выключил? Вверх. Все. Это там запись идет. Вверх.